Идентификация бенефициара, налогообложение интеллектуальной собственности в контексте последней российской судебной практики. Об этом мы сегодня общаемся с Арсением Евсеевым из Бейкер Маккензи. Изменилось ли как-то налогообложение интеллектуальной собственности в России в связи с последними изменениями начала этого года? Сейчас правила у нас звучат таким образом, что российский налогоорган вправе потребовать информацию от российского налогоплательщика, который подлежит проверке, относительно того, является ли иностранное лицо, которое получает доход от российских источников, таким бенефициарным собственником. Является ли он фактическим лицом, имеющим право на получение такого дохода и претендущего на льготы по соглашениям об избежании двойного налогообложения? Правила крайне широко сформулированы и дают большое пространство налоговым органам. По некоторым позициям Минфина, изложенных в их письмах, они в открытом доступе есть, полномочия, они даже шире, чем во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития. Пользовались ли уже этими полномочиями? Нет, правила нового они в этом году только вступили в силу, соответственно, этот год для цели налога на прибыль, он может проверяться только самое раннее в следующем году. Налоговые органы получают очень широкий пласт данных не только от государства, куда уплачивается доход, но и выше, и также смотрят в другие юрисдикции на предмет того, является ли это платеж уникальный для России, либо общим групповым каким-то стандартом. Это одна тема, или, может быть, одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы – это то, что стоит за самой интеллектуальной собственностью. Налоговые органы очень часто в последнее время смотрят в ее содержание, в существу отношений. То есть, допустим, у нас уплачивается роялти за некую ноу-хау. Налоговые органы часто считают, что государству виднее, какое это ноу-хау. Оно действительно таким является, либо это общедоступные какие-то данные. Как это влияет, естественно, на налогообложение и на выплату роялти? То, что государство само решает, является ли это новацией или нет. Это хороший вопрос. Дело в том, что если это общедоступная информация, то как мы можем за нее платить? То есть, если это не ноу-хау, то наш платеж является экономически необоснованным. Мы не можем затраты на такой общеизвестный ноу-хау относительно расхода по налогу на прибыль. Какие условия эти новые правила ставят бизнес на данный момент? Иностранные и местные, которые работают с зарубежными, возможно, подрядчиками, как минимум? Те письма Минфина, которые есть, они говорят о том, что непосредственные функции получателя дохода, они должны учитываться. Подразумевается ли под этим, что предполагается там наличие офиса, либо нет? Здесь пока вопрос открытый. Потому что одно дело бизнес будет идти по пути инвестирования в этот operational substance, в операционную непосредственную деятельность. Но это одна статья расходов. Другое дело, там будет просто юридическое лицо, которое с точки зрения, скажем так, документации, с точки зрения права, действительно принимает управленческие решения. Там раз в год, там собираются, опять же, директора, они какие-то важные для компании решения принимают. И этого будет достаточно. Это будет совершенно другой объем затрат и другие инвестиции. Если у нас будет разнобой на предмет того, собственно, что нам нужно делать, чтобы соблюсти правила инвестиционного собственника и предметовать на применение соглашений, то у нас здесь получается некое конкурентное преимущество у одних, либо возникает ситуация, когда есть некая непредсказуемость законодательства, и у нас бизнес действует, скажем, в одной параллели, а потом через некоторое время получается, что та линия, которую они вели в рамках изначальности, изначально разработанная структура, она рискованна, потому что позиция государственная изменится. Создает ли это условия, в которых бизнесу иностранным, грубо говоря, или с иностранным капиталом дороже работать в этом регионе? Безусловно. Ну, помимо того, что Россия, она юрисдикция с высоким риском, и эффективная ставка налогообложения, она все-таки выше, чем в других юрисдикциях, выше, чем даже там по консервативным некоторым меркам ее можно оценивать, риски, безусловно, это создает. В первую очередь это создает риск в связи с тем, что непредсказуема правом применительная практика. Когда у нас есть непредсказуемость, у нас есть разнобой с точки зрения того, как бизнес ведет себя. Никто не хочет быть первым, оказаться в суде и там потом пройти все инстанции, потому что это тоже ненужные расходы. Зачем и так хватает головной боли, помимо споров с налоговыми органами? Бизнес занял такую выжидательную позицию, ждут разъяснений того, как это будет на самом деле работать, а не только письма от Минфина. Мы видим разную практику. Ненужные риски, это всегда может транслироваться в намного больше деньги, чем мы сейчас можем потратить в некий operational substance. Если есть возможность его создавать на этапе сразу выше, то это прекрасно. Если нет, то у нас есть новая процедура, вернее, не новая процедура, а процедура, которая предусмотрена налоговым кодексом. Мы говорим, что тогда у нас пенефициарный собственник не находится непосредственно в ту юрисдикцию, куда мы выплачиваем доход, а он находится на ступеньке или там нескольких ступеньках выше. Но для этого должна быть тоже некая предусмотренная процедура подтверждения пенефициарного собственника на уровень или несколько выше. Пока такой процедуры еще не установлены, но мы ее ждем. Есть определенные письма Минфина, которые говорят о некоторых временных формах, но это пока, во-первых, временные формы, и они не во всех ситуациях работают. Выжидательная позиция, она, безусловно, сейчас присутствует у многих. То есть смотрят, как Минфин будет реагировать, какие письма еще будет издавать. А те, которые не могут ждать того, что у них, скажем, СП формируется сейчас, им нужно какое-то решение принимать, мы видим, что они занимают более консервативную позицию и стараются обеспечить тылы сразу на уровне той юрисдикции, куда доход выплачивается. Об определении выгодополучителя в России мы сегодня общались с Арсением Евсеевым из компании Baker McKinsey. Спасибо за ваше внимание. С вами был Александр Хулебаба, специально для Дукаскопия ТВ из Москвы.